Ассамблея, которая собирается ежегодно, и там выбирают президента и, соответственно, вице-президента. Вот впервые стал представитель России. Ну, во-первых, я этому очень рад, потому что представители России должны присутствовать во всех органах, где это только возможно. Начиная от спортивных и заканчивая каким-нибудь Международным валютным фондом, Советом Европы и прочее. Чем больше будет представителей России, тем проще Россия будет лоббировать свои интересы. Что касается конкретно Интерпола, очень как-то даже я вообще ждал этого события, потому что так получилось, что одним из первых, когда Россия вступила в Интерпол, об этом событии написал я. Я удивлен, что этого не случилось раньше, потому что именно Россия настолько стояла у истоков этой организации, что многие даже сейчас это не представляют. Ну, принято считать, что вот Интерпол в том виде, в котором он сейчас существует, он сформировался в 1956 году в Вене, но на самом деле это было гораздо раньше. В 1914 году впервые прошел так называемый Конгресс представителей уголовной полиции в Монако. Ну, там было всего, по-моему, порядка 14 стран. И вот одно из этих стран, полицейские, которые представляли, были как раз представители Российской империи. То есть, вот у самых истоков создания, образования Интерпола или международной организации уголовной полиции были как раз именно Россия. Потом произошла там с перерывом на войны, все это дело как-то затихало, в 1956 году возобновилось, но уже без СССР. Вот. И в 90-х годах, то есть, это вот, ну, как бы так, можно сказать, что Интерпол – это одно из таких вот первых самых организаций, с которыми наша страна подружилась, ну, условно говоря, внутренними органами, да. То есть, это вот одна из первых. Еще было СССР, еще действовали там самые различные там поправки, там, Дженссон и Веник, ну, дискриминирующие, да. Еще продолжали к нам там относиться, ну, как к империи зла там своеобразной. Тем не менее, вот, полицейские пошли на сотрудничество с нашей милицией, вот, и в 90-м году СССР был принят на, тоже на Генеральной Ассамблее, структуру Интерпола. У нас, как бы вот, ну, благодаря там киношникам, немножко идеализируют эту организацию, считают, что это какие-то супермены, там, стрельба погони. На самом деле, это не совсем так, это, ну, как бы вот, просто для представления, это такая бюрократическая организация, вот, который занимается обработкой огромного количества бумаг со всего мира, там, регистрирует их, сортирует, там, по значкам, допустим, там, там, желтый значок, это, значит, там, в верхнем углу, это, значит, где-то обнаружен неизвестный труп, там, допустим, нет, желтый значок, это, по-моему, человек пропал без вести, черный значок, это, там, где-то обнаружили неизвестный и неопознанный труп, Другой цвет значка Это значит, что человек объявлен в розыск И так далее Обработка вот этой информации Этим и занимается Интерпол Это просто для понимания Во-первых, символично Что нашего человека избрали туда В день милиции Я считаю, что это хороший подарок Интерпол Россия всегда относилась к этому Очень ответственно Например Я уже сказал, что Высшим органом является Ассамблея Но там же избирается исполком Исполнительный комитет Который ведает текущими делами И в различных странах Существуют такие вот Национальные бюро Интерпол У нас сразу национальное бюро Оно было встроено в структуру МВД Министерства внутренних дел Вот И Россия всегда ответственно Очень подходила к сотрудничеству С этой организацией Выполняла на себя все Как бы Обязательства взятые Вот Поэтому я считаю Это заслуженно Это хорошо Это здорово По полному праву Если вот То, что я рассказал Про Российскую империю Как одна из стран Которая стояла Начинала это дело О сотрудничестве полицейских Всех стран Вот И То, что наконец-то Стал наш человек Вызывает у меня, конечно Чувство радости И Небольшого такого удивления Что Вот Ну Могло бы такое событие Произойти раньше Ну Лучше позже Чем Никогда Вот Я думаю, что Несмотря ни на что С Интерполом Сотрудничество России Будет продолжаться Вот То есть Мы никогда не хотели Прерывать это Интерпол Сразу Скажу Хочу заметить Эта организация В уставе Которая строго Запрещено Заниматься Политической Религиозной Какой-то деятельностью В смысле Влезать Вот во все Эти дела Ну, например По Линии Интерпола Не могли бы Разыскивать Скажем так Усаму Бен Ладна Да Чтобы он Не совершил Ну, так как Там были Политические составляющие Там Военные Преступления Да Вот Этим Организация Не занимается Категорично И Просто у некоторых Возникает недоумение Когда там Ну, как же так Вот Вроде бы Какая-нибудь Одиозная личность А ее не ищет Интерпол Интерпол И не будет Искать Никого Кроме Уголовных Преступников Ну, вот Как-то Про Что касается Интерпола То вот так Интерпол Продолжение следует...